Почему отдыхаете без мужа? Ну, потому что кто-то работает, кто-то отдыхает. Как здоровье? Спасибо, уже намного лучше, потому что... Вы помните, да, какая у меня была заложенность? Нос очень страшная, прям отек такой, даже вот лимфоузел побаливал. Уже получше. Сейчас, подожди, я послушаю. По-моему, дочь проснулась, или мне кажется, секунду? Что у нас в желтое? Кто делает? Давайте, как пляшись, где-то право. Давай, подержи, я стороненную, я пишу. Есть. А, смотрите, можно. Фух, списано будет, может, везде слышится. Так, какая красивая, спасибо. Вот, сегодня не тусит. Не, да что, может, не каждый день тусим, вот там, на яхте, так, знаете. Вчера тоже. Ну, это такое, знаете, в ресторане посидели, как бы, с компанией поужинали, и все, и домой. То есть, это даже тусовка не назвать, просто вот, ну, классно время пообщались, провели, поели, и домой как-то вот, вот так все. Вот, похорошила, спасибо. Такая молодец, лично, мой самостоятельный восхищайся. Спасибо большое. Вот, можешь показать лекарства от кашля и беременяжки? Не, тут я вам не подскажу, это вам нужно обязательно у своего врача спрашивать, у кого вы ведете беременность. Только так. И чуть что, сразу, там, идти на прием, звонить, и все остальное. Ну, что за маска? Это маска, которая сужает поры. Так, выкупировала. Нет, у нас в планах покупка. Вот. Пока планирую. Почему не читаете? Хотела помочь советам и поделилась своими опытом. Спасибо. Так, саж в Турции дешевле отдохнуть, чем в Сочи. Однозначно, потому что мы смотрели Redison просто на неделю, даже на 6 дней или на 5 дней, там, 620 тысяч, что-то такое выходило. Ну, это просто масштабные какие-то деньги. Для Сочи, для Redison, это вообще не стоит того. Правда, я Redison сеть очень люблю в отеле, но не за 620 тысяч. Правда, это очень дорого. То есть, там, сколько бы ты ни зарабатывал, все равно дорого отдать за 5 дней такую сумму денег. И что? Ну, как бы ты на море, где полно людей, хотя ты на пляж ходишь свой, да, от отеля, но все равно приходят и люди, которые платят и проходят на этот пляж, которые не из твоего отеля, там, быдло всякое и тому подобное. Зачем мне это надо? И лежать вот на этой гальке и смотреть друг на друга эти жопы. Вот так вот метр на метр. Зачем мне это надо? Здесь мы отдыхаем, здесь на пляже практически никого нет. Просто очень мало людей. На всем пляже, может быть, там, знаете, человек 30, если будет, и то хорошо. То есть, просто, чтобы вы понимали. Ну, вот. Саша, устаешь? Ну, порой устаю, конечно, бывает такое. Ну, вот, ну, стараемся держаться, все нормально. Так, да, ужасно дорого в России сервис на дне. Ну, как-то не знаю. Вот, просто, ну, как бы, там, Эмиридинский отель, да, в Сочи, если вот брать отдых. Рэдисон, Риксос. То есть, вот, особенно Риксос прям вообще на все на уровне. Прям очень классно. Но, не знаю, просто вот сейчас я не готова ехать на наши российские пляжи. Тем более, сколько людей повалило туда, да? Их не очень хочется. Радиз Луганска. Замечательная мамочка. Счастья ваше себе. Спасибо. Взаимно. Я сейчас в Сочи приехала, и тут, правда, не стоит ничего. И 600, и не 300 тысяч, не ценники загибают за все, конечно. Вот, Риксос другой. Это что значит другой, дорогой? Ну, Риксос, он не дешевый, но он стоит того. То есть, Риксос, он реально классный. Ты находишься на вершине, там, над уровнем моря, 2 400, что-то такое метров. Там реально классно. То есть, там уровень обслуживания, сервисов. Мы в Риксосе были, нам очень понравилось. Кухня, рестораны. Тебе карточку дают, там, катаешься на этом. На этой, на канатной дороге. То есть, вообще, все классно. Как дела у тебя? В целом, все прекрасно у нас. Сейчас, секунду. Может, везде кажется, что мне ребенок плачет. Готова еще раз родить? Да. Можно посмотреть ваше кольцо, как вблизи выглядит. Вот, пожалуйста, такой перстик. Так, загорело очень идет. Спасибо. Так, хватит сравнивать Россию, Турцию, ты сама. Так, где сейчас? Я в Турции. Но я сравниваю отдых. Я люблю в Сочи ездить, правда, но не за такие деньги. Я люблю в Лазаревку ездить, там, к нашим друзьям. В этом году как-то у нас все не получилось. Вот, а вообще, просто вот я сравниваю, да, я иду в ресторан. Я могу за ресторан заплатить, там, тысячу рублей на двоих. Там, чай попить, кофе, завтрак, может, еще и десерты какие-то. Я же говорю, тысячу рублей я плачу с двоих, допустим, да. Вот, там, Машка, там, за меня заплатить. Мы, там, идем, там, вообще на 500 рублей, там, на полторы тысячи, на две. О, сколько съедим. Мы, чего, и вот так вот, ну, по очереди платим друг за друга. Я же вам говорю, мы объедаемся. У нас даже вот еда встается. Еще Машке говорю, ешь, я говорю, деньги потратили. Я говорю, ну, жалко. Она говорит, да ладно. Как вы мне на доме, на принципе, просто... Иди на носи сохранила. Спасибо, это приятно. Как раз охрипше, приболел чуть. Да уже выздоравливаю. Спасибо, девчонки, уже намного лучше. Я же говорю, была такая заложенность носа страшная. Я вот так вот разговаривала. Вот, и, я же говорю, лимфоузел немножко так, это потом шею протянула. Вот, вот, у меня все под кондером. Почему, ну, не отдыхаете в Новороссийске? Женя ведь оттуда за жилье платить не надо хотя бы. Ну, смотрите, мы в Новороссийске были меньше месяца назад. Вот, я приезжала на неделю к родителям. Вот, Женя не смог, потому что работал. Так. Дочка ходит уже самостоятельно? Нет еще. Сейчас волосы не наращиваете? Нет. Кстати, я вам очень хочу ссылку оставить классных девчонок, которые постоянно моей маме наращивают волосы. Студия 4Hair просто, они такие девчонки крутые. Вот, особенно вот девчонки, вот, кто хочет нарастить волос, там, покрасить все. Вот, прям, вот, в мою студию идите к моим девчонкам. Там такие профи в Москве. Там, кто за городом, допустим, живет, хочет волосы нарастить. Вот, приезжайте. А вот, студия Вотфо, четверочка, да, ИХР. И на них подписано. Вот. Привет, Машке, привет. Машка гулять ушла. Пошла по набережной. У нас сейчас потоп на российский... Да, кстати, я видела там вообще. Воды не то же по колено, а там просто. Машины же там. Утопают. Вот, с кем вы на отдыхе? С Матильдой? С Нейли. Нейли, кстати, уже улетает. Вот, она приехала на 5-6 дней. Получается, один день дороги, вот. На 5 дней. Попробуйте Ихламур турецкий. Он как чай. Полезен от нас. О, спасибо. Ихламур. Ага. Так, до последнего раз пила алкоголь, что предпочитаете? А, смотрите, я выпила алкоголь. Вчера я выпила текила. То есть, я ее прям целенаправленно выпила. Просто, чтобы вот здесь вот прожечь себе, прогреть вот так вот. Но это было так отвратительно. Такой вкус неприятный. Вот. Как вам почта в Алании по сравнению с Россией? Почта? Нормально. Так, привет из Курска. Привет, мы вас любим. Спасибо. Так. Привет, привет. Как у вас дела, Женя? Все хорошо. Так. У вас есть родные сестры, братья? Как состояние сейчас? Намного лучше уже. Спасибо. С Божьей помощью все нормально. Так. Видишь, такой пупсик у вас, кстати, такая ладненькая. Красиво. Ребенок хрюкает. Пять месяцев сопли нет. Ну, посмотрите, у меня до сих пор может там похрюкивать, когда смеется. Смеется там, хрюкает. Что-то такое, знаете, звук какой-то. Ну, это у всех деток, мне кажется. Спросите у педиатра на всякий случай. Ну, потому что я помню тоже такой момент. Он что-то говорит, так улыбается, там похрюкивает, или там эмоционально там что-то. Она говорит, это нормально, просто, ну, когда вот прям совсем-совсем грудничок, там, говорят, еще типа пазухи какие-то там не открылись, что-то такое мне сказали. Так. Там как по документам жить больше месяц регистрируют? Ну, сколько месяцев? Слушайте, я еще не вдавала особо в эти подробности, но я знаю, что здесь легко можно, кстати, сделать вид на жительство. Особенно, если ты квартиру здесь покупаешь. Вот. Крем в руках. Нет, это маска. Маска этой фирмы. Так. Вы вообще не готовите. Я только ребенку готовлю. Зачем на отдыхе готовить? Для чего? Если пошел в кафе, поел за 500 рублей на завтраке, на двоих, с головой объелся, там яйца и сыры, колбаска и салат, и типа хачпури, что-то такое там с яйцом, сыром, чай, кофе. Зачем дома готовить? Ребенка приготовила, мясо отварила, овощи там все и пошли. Привет из Баку, привет. Как загарчик? Загарчик хорошо. Привет, 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 ребят, привет, доброй ночи. Вот они ходили тоже на море вечером, прогулялись, поели салат с креветкой. Вот такая порция гигантского салата, просто в сторис посмотрите, гигантская порция салата. 350 рублей с креветками, 350 рублей. Кстати, у них нет такого, что там четко взвешивают какие-то порции, да, если там в кафешке, там в рейстики какие-то приходишь, там может каких-то дорогих, да, но вот обычные такие, да, нет такого. То есть я даже замечала, там сегодня больше креветок положили, завтра меньше. Вот, и причем этот салат ешь, ешь, и ты его доесть не можешь просто, там вот такая порция, вот такое корыто тебе приносит за 350 рублей. Сколько деток в идеале хотите? Да сколько бог даст? Не облазишь-то, вроде нет. Вы супер, спасибо. Так, какое меню у дочи? Боже, это прям проблема. Вы знаете, у меня проблема сейчас с овощами, она прям овощи не в какую. И сегодня она вообще кашу не ела, прям вообще кашу не ела, я обалдела. Не знаю, может быть я это потому, что пюре поменяла, я добавила грушу с персиком. Вот, я думаю, может ей персик не понравилось, потому что так она персик может поесть, а пюре именно персик, ей вообще не нравится. Вот, поэтому она, мне кажется, сегодня вообще не понравилась, так расстраиваюсь, когда она что-то не ест. Вот. Саша сделала гиф, да надо сделать, надо. Но я опять же, понимаете, хочу найти какую-то команду, которая будет помогать с этим гифом, там, ну, чтобы, как вам объяснить, там, много подарков закупили вместе, поехали, там, у меня это все оставили, что потом я, собственно, ручно это все отправила на почту, да, вот там вместе донесли, все там отправили. То есть я вот так хочу, там, классные призы, то есть нужно каких-то там спонсоров найти, то есть, ну, у меня физически просто на это время нет. Привет, Азербайджан, из Питера, привет. Похоже, вообще не клево, простые наши, спасибо. Так, пюре персика очень сладкая, неприятная, притерная. Ну, кому-то нравится, кому-то нет, тут такое, да. На каком языке там в основном говорят? Турецкий, русский, английский. Очень много, кстати, Азербайджана здесь отдыхает, Азербайджан прям очень много. А вообще говорят, что азербайджанский немножко похож с турецким языком. Вот у нас семейная пара ребят, которые в Алане ТВ, в Стайпроприте работают. Вот, и Лейла с Сарамелем, они азербайджанцы, а вот они говорят, что так похож язык. Саша, ходила на массаж или процедуры? Да. Дочь просыпается, ночь кушнет. Такая классная, очень красивая, обожаете. Спасибо. Вот, я, кстати, еще переживаю за то, что у меня дочь здесь очень много есть фруктов, прям очень много. Она у меня вот за раз целый банан съедает. Виноград стараюсь особо не давать, потому что там особо не полезен, там один сахар. Там инжир, яблоки, что еще, сливу, персик. То есть она у меня ягоды прям очень хорошо наминает, но я боюсь, что это много сахара. И хлеб. Вот дочке хлеб просто получат самое любимое. Вот попробуй, не дай мне в ресторане сидим. И никакие ни овощи мои, ничего не нужны, ни баночки, ни кабачки эти отварные, ничего. Вот дайте вот просто вот ребенку хлеб, и все. И она вот прям по два куска съедает, а я переживаю, что там и глютен, и ничего полезного в этом хлебе нет. А она его наминает. Да, Азербайджан, Турция без переводчика понимает друг друга. Ага. Яблоки, это хорошо. Ну да. В магазинах, кафешках русским предлагают, говорят продавцы, хоть если других не понимают. А вам особо там, допустим, в магазине контактировать особо там не надо с продавцом. То есть вы там взяли все, что вам надо, да, и пошли. Если есть какой-то вопрос, допустим, не можете сказать, там спросить. Открывайте телефон, онлайн-переводчик. Написали там с русского на турецкий, показали все, вам ответили на ваш вопрос. То есть вот так это все. Очень просто, даже вот просто на жестах друг друга понимаешь. Все гораздо проще, чем вы о себе думаете. Ну вот. А, вы брали такси, дорого вызов. Слушайте, на рублей 500. На рублей 500 где-то было. Так, моя тоже очень любит фрукты. Так, а когда в Москву? Да не знаю. Так же мой мальчик, фрукты, хлеб только так есть 10 месяцев всего лишь. Саша, ты болтушка такая клевая, простая. Да. Тоже в Турции видела вас с дочью, такие милые. Спасибо. Такая загорелая. Ну да, я очень хотела загореть. Еще я, знаете, так загорся, смотрю, вот белая ладонь. А здесь, ну я не знаю, как свет покажет, да? А здесь уже поверхность загорелая. Я так все время сравниваю. То есть ладошка белая, тут коричневая, все, загорело. Так, подскажите, какой выбор в кике в этом сезоне? Что себе купили? Себе ничего не купила, только вот там шорты, сумку на пляж. То есть мне как-то вот женские вещи не нравятся. Мне только детские понравились. Как-то вот так. У меня сына 8 лет безумно любит хлеб. Ну вот, у меня тоже хлебная такая девчонка вообще. Как ваша бабушка? Спасибо. Намного лучше. Все, уже один глазик у нее видит. С каждым в нем все лучше и лучше. Мама ее научила, как капать в глаз. Вот, поэтому все. Бабушка там на хозяйстве одна уже. Потому что на рынках прям чуть ли не заставляют заходить и покупать их товар. Не знаю, меня никто не заставлял. Я только его не видела. Может быть там какие-то там, не знаю. В горах где-нибудь. А так. Не, ну, зазывалы, конечно, они отрабатывают все это. А как им привлекать внимание? Не наглое в этом плане. Ну вот. Загаркать лицо у тебя красотка. Спасибо. Спасибо. Как ваше социальное чувство? Благодарю. Намного лучше уже. Прям намного. Так. Что еще у нас там? А, мы в Риксес, Анталии заболели коронавирусом. Да вы что? Так. Заши, Пензер, не общайтесь. Вход вчера виделись. Настой приобретите тусовки. Ну как тусовки на ужине. Очаровашечка. Спасибо. Малышка любит купаться. В основном, да. Расскажите про рацион питания. Чей? Так. Пошла спать завтра на работу. С тобой хорошо. Хорошо вам дня завтра. Дочка не пытается ходить. Пытается. Вот за ручки сразу цепляется. И такая идет. Хотя я знаю, что ребенка наводить не надо. То есть, ну, если она сама, я вижу. Ну, как бы, поддерживаю так. Вот. Ты клевая. Мне нравишься. Очень спасибо. Спит малышка. Слава богу, да. Что с годиком пришли? Не знаю. Я очень думаю. Очень думаю. Мне еще кроссовки нужно заказать. Хочу и изи заказать. Классные. Ну, вот. И тоже их с доставкой как там, что там, да. Сколько ждать, не знаю. Короче, надо уже суетиться. Думать. Тоже игрушки хочу и классные купить. Свинькой. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Восемь зубиков у нас, только передние. Так, сколько девочки? 11 месяцев. В отеле живете? Нет, мы в апартаментах живем. Сторис посмотрите. Я всегда стараюсь так. Ну, потому что много вопросов. А где вы живете? А как? А с кем? Вот Аланья ТВ. Вот через них мы приехали. И только через них мы выбирали апартаменты. Ну, это вот прям такие проверенные ребята классные. Мы так сдружились. Прям вообще друзья-друзья. Кто мог подумать? Ну, вот они как нас встретили, заселили и все. Вот мы с Эльмиркой. Как сдружились. Из команды стоит пропорти. Вот такие ребята классные. Все русские. Ну, вот. И я же говорю, вот у них я решила тоже квартиру с мужем брать. Так, Саша, вы не боитесь ей давать самой кушать. Нет, уже не боюсь ребенку. Там скоро год уже на носу. И она уже прям кусок мяса сама. Хотя я же говорю, я очень к животу ее пощепетильно, чтобы все аккуратненькое. Там легкое усваивание всего было. А ей уже перы мясные не нужны. Все, она берет кусок грудки и начинает сама есть. Вы представляете вообще? Так, и именно здесь вот она начала. Я пчук не умею делать. Одни петухи на ногу. Так, надо значит мастер-класс вам записать. Я как-то записывала там в ленте в марте, помню. Вот, что посмотрите. Дождь до утра уже спать будет, да? Очень добро, вас обожаю. Беря счастья вашему дому взаимно. Спокойной ночи, девчонки. Так, всем так интересно, как зовут, кто-то покажет. Какой-то нездоровый интерес. Так, Саша, вы уже точно решили брать квартиру. Мы будем смотреть сейчас по финансам, как что там. По сусекам, по скребем. Аллергии не было у мелкой? Нет. Вообще все прекрасно. Так. У нас первый зуб влез в год. Слушайте, ну это хорошо, нам, впрочем, позже зубки, тем лучше. У нас вот только вот в семь с половиной начали. Сори, заранее ты красивая. Спокойной ночи, Саша. Убери фильтр с лица. Когда приедет, Женя, вы классный, Саша. У вас администратор спрашивала про помаду, какая она. Да, да, там такая женщина очень хорошая. Мы как приходим туда с ребеночком, наши девочки прям вообще не отходят. И она еще мне рассказала, что у них, получается, у ее мужа дедушка русский. Вот он из Крыма. Так что вот так. И она так с гордостью об этом говорит. Она мне познакомилась со своей дочкой. У нее несколько дочек. Две или, по-моему, три девчонки, не помню уже. И вот она мне со своей старшенькой познакомилась. Такая хорошая, красивая турчанка. Так, Саша, скажите, пожалуйста, как боролись с волосами пассиродов? Очень выпадают волосы. Пейте омегу. Можно в солгород взять, либо на херп. Расскажи рацион питания дочки. Ну, смотрите, утро просыпаемся. На утром у меня есть смесь. Потом мы идем, допустим, там на пляж, на бассейн. Приходим. В обед она у меня есть кашу. Кашу на козье молоке, либо на смеси делаю. Вот сейчас молоко закончилось на смеси уже, как неделю делаю. Надо, кстати, молоко купить. И это... Там бананчик перекусит, там печеньку какую-то. И все, и спать. Поспала, проснулась. Тоже там перекус фруктики, там бананчики, там хлебушек у нее, инжир, то есть там ягоды, все такое. Яблоки, там помидор, может там огурец погрызть, зелень. И все. И потом вот вечером она у меня ужинает. Даже вот в обед могу мясо, кстати, дать. Мне лишь бы вот она мясо ела. Желток тоже вот либо на завтрак, либо на ужин даю. Мне уже все время кажется, что у меня ребенок плачет. Сейчас пойду проверю на всякий случай. Вот. И это все потом на ночь смесь. Все. Так, подождите. Это перезайду. Хотя подождите, я сейчас посмотрю. У меня прям страх. Я буду тут разговаривать, а она, не дай бог, проснется и будет плакать. Привет, привет. У тебя характер, как у меня интересно наблюдать за вами. Так, сколько двухконтактных квартир там стоит? Ну, можно даже за 35 тысяч евро взять, за 40 тысяч евро взять, то есть вообще. И это у тебя еще и бассейн, у тебя там вообще все включено. У тебя там хамам, у тебя там баня, у тебя там спортзал. Прям вообще у тебя там все есть. У меня мой не хочет детей. Говорит, что я жирная, и меня позорят перед всеми. О, господи, нахер тебе такой обосрался, извините. Муж, который не хочет от тебя детей, и жирную тебя называют, и позорят при всем. Тебя просто не любят. Просто он с тобой, потому что удобно, наверное, там какая-то выгода, но я не знаю, как. Какая-нибудь девушонка пишет, типа, меня муж называет жирная при всех, позорит и говорит, что не хочет от меня детей. Нахер такое сразу скажи. Пускай, конечно, отшивает. Угу. Фукало по поводу родивших полных женщин. Карма в жопу размером. Белаз прилетела. Так, ну, во-первых, ты научись писать на русском языке. Ну, вот, а во-вторых, тут как бы жирных никого нет. Карма и жирность, при чем здесь вообще какие-то несовместимые вещи? Так, сохраните эфир, а то уже спать надо. Как такой пучок текосы, девушки, да просто собрала в резинку и все. Так. Ты на зиверт похожа. Ёлки-палки. Девочки, себя надо любить в засос. Не позволяйте плохо обращаться с собой. Золотые слова. Вообще, еще улыбать-то классное. Спасибо. Так. Смешная цена. У меня знакомая огромные платит. Что там огромное? После родов лично выглядишь. Моей малышке два года. У меня до сих пор ГГ-10 лишних. Анютик, привет. Блин, как мы по Аньке сегодня скучаем вообще. Нету нашей Аньки с нами. Анька уже в Москве. Завтра, говорит, на работу почапает. Сашуля, красоту или у Васиева. Ночь кушает. Ну вот, на ночь молоко и все, и спать. Как водили фрукты, овощи в сыром виде, в каком возрасте. Я на военге, ты на... Я на военгутеназир. Да-да-да. Смотрите, постепенно, по чуть-чуть, то есть вот где-то вот ближе к году уже, наверное, я что-то даю сырое. Там морковь, допустим, там огурец, томат, ну что-то такое, да, зелень.